Ещё раз всем здравствуйте, большое спасибо, что пришли. Всё-таки выходной день это одно, зима другое. А самое главное, что я так всегда считаю, что это собираются лучшие люди, то есть те, кому не всё равно. Поэтому очень рада вас всех видеть. Большое спасибо нашему муниципальному депутату Басманного района Евгении Ремезовой, которая просто, что называется, с первого дня проявила к этому вопросу отдельный специальный интерес и проявила инициативу. Пришла, мы пообщались и вот она организовала вас. Также приветствую наших муниципальных депутатов Виктора Котова, Илью Морозова, Юлию Фомичёву. Я считаю, спасибо большое, что депутаты это самая первая ступень, которая просто вся для нас и за нас должна быть. Поэтому максимально надо взаимодействовать, конечно. Значит, наша встреча – это тема «Возврат общего имущества в многоквартирных домах в общедалевую собственность всех собственников дома». Независимо, в чём это имущество состоит. Земельный участок, нежилые помещения, просто объекты общего имущества. То, что во многих домах, в отличие от моего дома, актуальны, скажем, стены для рекламных конструкций или там крыши. Поэтому просто общее имущество. Чуть-чуть истории, хотя я уверена, что вы наверняка так или иначе всё представляете себе. Значит, жили мы не то жили. Ну, а может и то жили. А потом случилось то, что случилось. И в июле 1991 года вышел указ президента о приватизации жилищного фонда. Это отправная меха, потому что, наконец, первый раз в нашей советской истории мы стали собственниками чего бы то ни было. Но по факту, как я понимаю теперь после многих лет копания в этой теме, значит, на нас взвалили бремя содержания, ну и, разумеется, ответственности, за общее имущество. За всё то, что к этому моменту, к июлю 1991 года, пришло в полный упадок в подавляющем большинстве домов. А именно, инженерные коммуникации, оборудование, ограждающие несущие и ненесущие конструкции. То есть, всё то, что потом было многократно описано в различных документах, заканчивая эпохальным нашим Таумудом, это же личный кодекс в 2005 году. Значит, всё это было положено на плечи жилища. С чего это следует? Вот договоры передачи. Это основополагающие правоустанавливающие документы. Сейчас даже я вам взяла для наглядности. Потому что вот многие люди боятся там свои свидетельства показывать. Свидетельства можно сколько угодно раз терять, получать новое. Теперь вообще выдают не свидетельства, а выписку из ЕГРН, Единого реестр недвижимости. Основным документом правоустанавливающим, ну, для тех, кто приватизировал квартиру, является именно договор передачи. Значит, я вам сразу хотела оговориться, что всё, что я буду рассказывать, не хочу просто распыляться на указания номеров, статей, там, постановлений и так далее. Если отдельное, то могу пояснить. А так, значит, всё, что я буду говорить, это основано не только на многолетнем опыте, а это подтверждается всевозможными постановлениями, указами, приказами, законами, а также разъяснениями высших судебных инстанций, которые на сегодняшний день одна, Верховный суд. Когда мы начинали, был ещё высший арбитражный суд. Так вот, договор передачи. Очень важно, то есть, собственно, с этого как бы надо начать. Установить момент первой приватизации квартиры в доме. Ну, или примерно первой. Пусть это будет вторая, третья, не суть. Суть, что всеобщая массовая приватизация бесплатная началась с 1 января 92-го года. И вот, что удивительно, практически в каждом доме находился человек грамотный и, самое главное, смелый, который приватизировал первую свою квартиру, вот буквально есть там 10 января. Даже встречаются дома, где приватизация произошла вообще в 90-м году, потому что был такой краткий миг, когда была платная приватизация, даже такие находились. Короче говоря, ищем дату первой приватизации в доме. Каким образом? У себя в комоде, по соседям. Леночка, хочешь там водички? Вот, у себя смотрим, у соседей спрашиваем, спрашиваем Буисе, у которого список всех собственников. Да, там информация, может быть, не очень соответствует, но тем не менее. Обращаемся в Буис, мы хотим провести общее собрание собственников. Как его провести грамотно? Нужно знать сведения, да, вам дают вот этот талмуд, в зависимости от того, сколько у вас квартир в доме. Большой, маленький будет. И сидим с лупой, выискиваем. Значит, правый столбик – это основание. У кого-то это свидетельство, там, купли-продажи договора, у кого-то наследство, у кого-то приватизация. В общем, выуживаем самую раннюю дату. Вот я говорю, по общему правилу, это 92-й, там, 93-й год. Пожалуйста, по Буису, потому что мы все спроводили, Буис дает только фамилиями отчества и приватизированное, там, собственно. Приватизированное? Нет указания. Да, да. Что такое приватизированное? Нет. Частное, приватизированное, городское. Да, да, никаких, да. Ну, это вот, значит, новшество, значит, нет. Значит, анализ с 2013 года, с 2019 года, если собственник одинаковый, идет колонка ФИО, дальше идет тип собственности, либо это городская, да, там, Москва написано. Дата написана. Нет, нет, никаких данных вообще. Нет, только если скачать из Росреестра. Да, совершенно верно. Тогда там видно, по какому договору принадлежит квартира. Да, да, значит, ищем любыми способами. Видите, тоже приспособствуются, потому что я в судах со многими домами, вот, вижу эти списки, где во всех подробностях все, так сказать. Вот, сейчас мы видим. Окей, значит, любыми способами ищем примерно первую приватизацию. Но даже если мы ее вот не найдем, мы можем просто по предположению написать, что дата первой приватизации в доме, там, 92-й год. Когда мы придем в суд, мы эти все документы так или иначе получаем. Значит, да, опять же сразу оговорюсь, что поскольку зарегистрированное право можно оспользовать только в судебном порядке, и, соответственно, если у нас общее имущество украли, то мы так или иначе оказываемся в суде. Все эти посулы и обещания, особенно оживляющиеся перед всевозможными выборами, это все, вот, по моему опыту, пустое. Несмотря на то, что действительно был миг, когда в Москве сменился хозяин, и пришел новый, и нас начали тискать в объятиях, и благодаря вот нашему тогдашнему новому префекту ЦАУ были созданы при департаменте МВК, межведомственной комиссии, который существует до сих пор, но в отличие от тех первых, 11-го года, где действительно были представители разных ведомств, жилинспекция, госинспекция, БТИ, и даже несколько раз приглашали представителей собственников, но мы так себя активно, агрессивно вели, что нас приглашать перестали. А комиссии постепенно прекратили, они существуют до сих пор, но они перестали быть межведомственными, это чисто внутренний департаментский междусобойчик, который рассматривает ежемесячно, и даже у нас одно время были эти повестки, рассылались по управам, до сих пор рассылаются, что типа на такой день назначен комиссионный осмотр, и потом там через неделю этот адрес выносят на МВК. Тем не менее, по моему мнению, рассматривает исключительно с позицией коммерческой ценности помещения. Значит, можно его там сдать, продать, никогда вам его не вернули. А вот если это какой-то совершенный неликвид, там, не знаю, трубы и фекалии по колено, ну тогда, да, или там щель под лестницей, числящие с колясочными, тогда принимают решение, в результате выходит очередное приложение к постановлению правительства Москвы, там с каким-то десятком адресов, с этими огрызками нашего общего имущества, и спустя там какое-то достаточно длительное время, все-таки в реестре гасится запись о праве собственности Москвы. Но не возникает записи о том, что это общее имущество. Соответственно, как я предполагаю, это может быть повторно украдено, ну уже, допустим, не департаментом, а каким-нибудь инициативным гражданином. Поэтому, так или иначе, по общему правилу, если это действительно серьезные какие-то наши помещения, то я бы не стала терять время и ждать, пока там соизводят его рассмотреть, и, скорее всего, не вернут в суд. Возвращаясь, значит, к алгоритму, устанавливаем дату первой приватизации. Что это такое? Это был единый целостный дом, там, муниципальный, как называют, собственности. И вот первая квартира приватизирована. Значит, в доме появилось два собственника. Бывший монстр и вот этот первый смелый, грамотный гражданин. Или там, юридический лицо. Нет, но это была действительно бесплатная приватизация жилья гражданами, проживающими, соответственно, гражданинами. Вот, значит, договор передачи. Ну, вот в нашем доме, как оказалось, второй, хотя мы даже судились, считая, что это первый договор передачи. И это 30 января 92-го года. И здесь написано условия договора. Значит, лицо, приватизирующая площадь, становится собственником жилья и принимает на себя обязанность по уплате налогов на недвижимость, расходов по ремонту, эксплуатации, содержанию квартиры, дома и придомовой территории. То есть в этот момент мы стали со-собственниками с городом нашего дома в целом. Потом приватизировал второй, 22-й и так далее. У нас стало много со-собственников. Но вот этот момент возникновения общедалевой собственности и регистрации ее. Вот здесь стоит штамп, причем на разных годах разный, но, условно, МОЗ, ГОР, регистрация, или там МОЗ, приватизация, или там еще какие-то штампы разные бывают. Но, значит, согласно части второй статьи 23 Федерального закона о регистрации, действовавшего буквально до последнего времени, регистрация права на квартиру одновременно является регистрацией права на общее имущество. Стало быть, мы этим имуществом стали собственниками не только в силу закона, но мы даже его зарегистрировали. Соответственно, все, что случилось потом, это чистой воды кража и повторная регистрация права, например, города Москвы на наше уже имущество. Собственниками чего мы стали? Всего того, что на этот момент не было выделено, сформировано, учтено, как самостоятельный объект в целях, не связанных бы с обслуживанием дома или более одного помещения. То есть реально это может быть помещение или там часть общего имущества, обслуживающая, ну там разные совершенно инженерные решения в домах, поэтому бывает, что из помещения идет там розлив по всему дому, а бывает, что в нем расположен один стояк, обслуживающий, скажем, две квартиры. Более одного, все, уже получилось. Это что касательно, воздевайтесь, проходите, пожалуйста. Соответственно, нам нужно узнать, что на этот момент первой приватизации было в помещении, которое нас интересует, скажем, условно подвал или там условно чердак или еще какие-то помещения. При этом, вот кто-то спрашивал, если взять вот эти все ельцинские первые законодательные акты, то совершенно четко расписано, что относится к общему имуществу и не подлежит отчуждению. То есть это описано вовсе не в жилищном кодексе, это было еще в 1991 году описано. Это помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, могут располагаться на последнем этаже, технический чердак, под домом, технический подвал или в любом другом месте дома, технический этаж. Первый, третий. Есть же дома надстроенные, соответственно, у них там 4 этажа жилых, 5-й технический и еще 3 этажа жилых. Тоже такие. Поэтому, где ваше помещение спорное находится, не суть важна. Важно доказать, что оно на момент строительства дома по проектной документации, то есть, ну вот скажем, для нашего дома это 1928 год, и затем на дату первой приватизации, 92-й год, не было самостоятельным объектом, предназначенным самостоятельным использованием. Ну, например, если дом строился на первом этаже изначально по проекту, почта, парикмахерская, там магазин, все, сидим отдыхаем. Но подвал, мы смотрим, если он действительно изначально по проекту, не знаю, холодильная камера мясо-рыба магазина на первом этаже, ну, тоже, да, отсудить практически невозможно. То есть, просто скажем, однозначно невозможно. А если в этом подвале написано склады, значит, дальше масса нормативной документации, говорящей о том, что никаких складов в жилых домах быть не может. Соответственно, учитывая быть того времени, это склады, кладовки, сарайчики, погреба, как вот в нашем доме, для жителей дома. Значит, ищем архивную документацию. Где? Идем в главархив в Москве. Другое дело, что поскольку, к сожалению, большинство жителей очень долго спали, а чиновники нет. Соответственно, все теперь платное. А когда-то был МИД, между прочим, при вушкове, вот мы получали, вообще бесплатный был ответ. Я получила большое удовольствие, кроме большого объема документов. Потому что на профсоюзные 83 ходишь там, ну, подаешь заявление, как читальный зал, только ходишь туда, как в бассейн. Ручкой бумага больше ничего, ни фотоаппарата, ни телефона нельзя. И вот в итоге, по каждому дому разный объем, у нас вот толстая папка. Нет. Ну, я фотографирую. Ну, вы знаете... Нет. В архиве государственном никогда никто не фотографировал. Вы не фотографируете? Нет. Даже сейчас открыт, опять же, не знаю, сегодня открыт или нет, в связи с соревновацией, но об этом отдельно, архив БТИ, где тоже ты сидишь и закладочками клейшь, и потом пишешь заявление, какие тебе выдать архивные копии, имея в виду, что плюс-минус листочек тысячи рублей. Ну, да, 700-800 тысячи. И вот получаете архивные документы, где написано, ну, например, это по нашему долгу, подвалу. Значит, вот мы с вами сейчас, вот где-то вот здесь. Это все погреба, погреба, погреба. Если посчитать их ровно по количеству квартир на тот момент. Вот. И дальше там котельная, прачечная, зал собраний и что-то там дома управления. Так вот, какие могут быть разнообразные помещения, склады? Это наши, наши для жителей склады. Затем, очень департамент любит бить себя пяткой в грудь, что вот служебные, это там типа ДСЖЭК. Подождите, а ДСЖЭК это что за организация? Для обслуживания дома. И вот современная судебная практика уже многократно процитировала, что служебные, это предназначенный для обслуживания данного дома. Кроме того, очень много, даже в домах, уже казалось бы, условно современных, там 60-х годов, красные уголки, так называемые. То есть, ну вот, собственно, вот мы воспроизвели тот красный уголок, который реально был в нашем доме. Поскольку, ну это еще там 20-е и 30-е годы началась как бы борьба за возврат граждан от религии в коммунистическую религию. Соответственно, красные уголки как альтернатива к красному углу в дверь. Соответственно, ищем архивные документы. Про главархив я сказала. Теперь, архив БТИ. Вот идем, ну у нас БТИ теперь объединилась, значит, бывшая наша центральная, теперь автозаводская, Преображенская площадь, дом 4. Значит, приходим, просим, архив по дому. Я слышала от людей, что как только началась реновация, он как бы опять захлопнулся. Но тем не менее, скажем, вот, уважаемые, у нас там юбилей дома, что сплошь и рядом к правду. Вот у нас в этом году 90 лет дома. Там мы хотим там музейный уголовок организовать, собираем документы по дому, у нас это реновация никак. И вот мы получаем там вообще цветные копии, архив БТИ. И вот смотрим, вот это наш подвал, вот котлы в котелье. А что нам нужно запросить конкретно, какой тут документ? Архив, чтобы не было. Значит, во-первых, нас устраивает, мы отталкиваемся от даты первой приватизации. Вот нас интересует изначально на момент строительства, проектирования строительства дома и на момент возникновения прав общедалевой собственности. Значит, любая дата, близкая к этой. Если дом старый, само БТИ было создано в 1934 году, соответственно, первые инвентаризации в домах никак не раньше этого времени. Значит, дома старшие только в архиве документы. Дома... Просить поэтажным планом? Нет, инвентарное дело просить. Но вы просто берете дело и листаете, и закладываете то, что вам интересно. Там масса интересных документов, например... Просто я по этому долу. Да, инвентарное дело. В архиве на профсоюзное архивное дело. Здесь, это же бюро инвентаризации, стало быть инвентарным. А на профсоюзное это не архив, БТИ, это другой архив. Это главархив масс-масса. А еще есть отдельный архив БТИ. Значит, он раньше назывался Центральный архив научно-технической документации. То есть туда сейчас свезли архивы, даже ведомственные дома. Все, так или иначе, сдали туда архивы. Это же бюро профсоюзное, говорите. Профсоюзное, 8-10. А в БТИ архив БТИ. То есть орган, который проводил инвентаризацию и регулярно ее проводил. Он учитывает площадей или должен проводить. Причем он учитывает не только площадь, в доме, но также и земельный участок. Там есть, например, паспорт домовладения или там уборочная территория. Это все очень важно для тех, кто еще и в теме земельных участков. Что еще в этом архиве БТИ бывает полезно и интересно? Например, по нашему дому. План подвала 1-го, 2-го, 3-го до 7-го этажа. И вдруг видим штамп БТИ, 3-й, 4-й год. И заверен этот план дом управ ЖСК основы. Что для нас было козырной картой, что у нас дом вообще строился жилищно-строительным кооперативом. Но поскольку 25-й год НЭП, год был бум кооперативного строительства, соответственно, город Москва вообще с какого перепуг вообще взялся в этом доме. Так вот, если. Затем, есть дома ведомственного жилого фонда, которые в 93-м -2003 передавались из баланса ведомства на баланс иногда префектуры потом в город, бывает сразу в город. Это все очень важные нюансы, потому что если у нас первая приватизация произошла в доме еще в ведомственном жилом фонде, опять же, с какого перепугу город Москва спустя 10 лет там нарисовался в нашем подвале со своей якобы собственностью. То есть, вот эти вот, это сбор доказательной базы, что это все наше изначально. А если дореволюционные дома, ну, постройку? Дореволюционный дом. Идем в главархивно-профсоюзную и смотрим, что там котельная, дворницкая, погреба и так далее. То есть, какие самостоятельные объекты, какие офисы, какие там, я не знаю, кафе под канализационными трубами. Абсурд. То есть, назначение помещения, оно должно сохраняться. Назначение помещения изначально оно было предназначено для обслуживания дома. На момент первой приватизации это не было самостоятельным объектом, использовалось для обслуживания дома. Потом, значит, это все законы там, 91-го, 2-го года. Что случилось, каким образом у нас город это украл спустя, вот по общему тоже правил, там спустя 10 и более лет. В июле 91-го закона приватизации от 27-го декабря, заметьте, когда подавляющее большинство граждан уже там на оливье переключаются, выходит постановление 30-20-1 Верховного Совета о разделении собственности на федеральную, муниципальную и, значит, Москвы и Санкт-Петербург. Тоже 91-го. Тоже 91-го. То есть получается, что в июле массовая приватизация, а к декабрю чухнулись, что, ой, мы что-то больно много этим гражданам отдаем. И вот смотрим в суде, значит, приносит департамент свои свидетельства из последнего дела, где Росреестр пишет основание возникновения права, да, значит, постановление вот это 30-20-1 Дальше высший арбитражный еще суд в своем постановлении знаменитом совместном с Верховным судом разъяснил, что ни балансовая принадлежность, ни сведения реестра не являются основаниями возникновения права или законного владения. Соответственно, вот это постановление 30-20 о разделении собственности. Значит, что это было? Во-первых, там четко пункт 16 этого постановления говорит о том, что оно не распространяется на имущество, уже переданное в собственность граждан или юридических лиц. То есть, стало быть, как раз к нашему имуществу это никак не относится. Во-вторых, оно распределяет там заводы, фабрики, линейные объекты и так далее, и в том числе жилищный фонд, потому что просто, ну, вы помните, 91-й год, все изменилось и нужно было как-то эти дома обслуживать, сохранять и так далее, при том, что уже пошла приватизация. И дальше приводит следующий пункт, что такое, какое, ну, у них якобы правоустанавливающий документ и постановление Мосгордумы номер 47-98-го года. Значит, это постановление о чем? Ну, во-первых, оно ДСП для служебного пользования, его никто никогда не видел, но в суд нам приносят выкоперки из него. Значит, вот его 98-го года. Значит, это вот обложка, она у всех одинаковая, а дальше это вот такой вот вероятный талмуд на всю Москву. Перечень объектов недвижимости, зданий, сооружений, помещений, учитывая на балансе предприятий и дирекции единого заказчика. То есть, иными словами, расписано, какой ДС, в каком доме полы можно. Понимаете? Это у них ярко основание возникновения права. Тем не менее, открываем листочек, ну, департамент приносит в суд вот по каждому конкретному дому. Вот, например, объект номер 151, живописное 52, вот мы сейчас судимся. Год постройки дома, площадь, год капитального ремонта, все, нет никаких объектов, там, 135 метров подвал, 218 метров подвал, там, 308 чердак, нет таких объектов. То есть это чистой воды, вот я почему это называю, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а именно департамент имущества, БТИ жил инспекции, которые эти все документы были. БТИ это просто вот вырывали кусок из подвала, рисуют и дают департаменту. Где это? Ну, понятно, что это в середине цельного подвала, куда вообще доступ, только через наши там котельные и так далее. И Росреестр, который это все на раз-два регистрировал. Теперь уже Росреестр отказывает департаменту, вот, в ненешней времена, когда департамент там что-то приносит на регистрацию, еще что-то не украли, вот сейчас дочищают мелочь всякую. Вот, и Росреестр пишет, что выписки из реестра не являются правоустанавливающими. Вот, но вот, например, в этом свидетельстве вообще смешно, здесь написано основание, значит, постановления Верховного Совета, постановления Мосгордумы и выписка из объектов недвижимости, находящихся в собственности города Москвы. Значит, этого реестр не существует, это виртуальный такой документ, значит, они сами себе выдают выписки, департамент имущества на своем бланке сам себе пишет выписку, что у него вот эти там 20 метров по два лет это его выписка от 8 августа 2009 года, запись в реестре 5 августа 2009 года. То есть, сами себе записали в этот виртуальный реестр, сами себе дали выписку, пошли в Росреестр зарегистрировал. Конечно, чистой воды и гража. Значит, про прокуратуру могу рассказать отдельно. Это же просто градусные глаза. Мы тоже с этого начинали в 2008 году, набрав вот этот вот массив документов и однозначно поняв, что никакой здесь Горошлеев в соседней переулке Басманной прокуратуры. И вот чудо, достучались до них. И они пошли с иском в Басманный наш районный суд. И Басманный суд, а затем Мосгорсуд, который утвердил это решение, отказал прокуратуре в иске, указал, что прокуратура по положению прокуратуры может обратиться в суд только либо если граждане не могут самостоятельно это сделать, то есть инвалиды, там... 80-летние. Ну, то есть... Недиспособны. Да, люди, которые не могут сами себя защитить, либо в интересах неопределенного круга лиц. А неопределенный круг лиц это вовсе не жители дома. Нас может меняться количественный состав, персональный, но наш круг четко определен. Это только собственники помещений данного дома. Все, граждане сами в суд. Вот, поэтому прокуратура... я это писала, вот у нас же вышел есть такой замечательный журнал, ему тоже недавно 10 лет исполнилось, и вышел сотый номер этого журнала, председатель ТСЖ. И вот мы один номер посвятили полностью вот этому вопросу возврата общего имущества. я там про прокуратуру пишу, что либо гражданин сам не может себя защитить, нужно справку об инвалидности, либо неопределенный круг лиц, либо вопрос носит большую общественную значимость. То есть по решению Басманова суда возврат наших отвалов не имеет никакой общественной значимости. Понятно, да? В этом году у нас такой будет юбилейный год дома, 90 лет дома, 20 лет ТСЖ и 10 лет мы в судах. Но за эти 10 лет у нас действительно сплотился коллектив. Вот здесь присутствует Ольга Апарина, председатель ТСЖ СИКС Ворожек-2 Сарбат. Совершенно легендарная личность, которая, кроме всего прочего, полностью сама управляет домом. Вот. От и до. В отличие от нас, которые, значит, выбрали управлять управляющей компанией. Хотел сказать грубее, не вспомнил, что у меня пишут. Вот. Ну, это отдельная, конечно, фишка, но суть в том, что и землю тоже они зарегистрировали в общедалевую собственность, как и мы, и вернули, вот недавно у нас закончился Верховный суд, поставил точку, вернули 1200 метров на Арбате, причем объект, якобы объект, был городом сформирован из 200 метров в подвале и 1000 метров на чердаке, разделенные семью живыми этажами. Это вот еще отдельный пункт, значит, как город у нас ворует эти наши помещения общего имущества. Он формирует объекты так, как они сформированы быть не могут. То есть объект это, берем квартиру нашу, не имеющая разрыва. Причем для квартир есть исключение, есть квартира на двух этажах расположена и даже на трех была в такую дурючерта, но это тихий ужас. То есть с кухни в туалет надо лестницу до два этажа преодолеть. Но что касательно наших подвалов или там чердаков и, важно, нежилых помещений, которые городом называются нежилые. Нежилые помещения это офис, магазин, парикмахерская, там банк, а это это наши технические помещения. Несмотря на то, что они по БТИ учтены, как там в лучшем случае учреждения, а то вот у нас было здесь лечебно-санитарные, там еще что-то, я уже сейчас забыла, ну, в общем, лабуду всякую пишу. Значит, все равно это все технические помещения, поскольку вот вы видите, даже здесь стояк канализации с ревизкой и три трубы, значит, две горячей воды, одна холодная. Ну, не говоря о том, что бывает гораздо больше оборудования, там, электрощитовые, лент-камеры, там, элеваторные узлы и так далее. еще в девятом году высший арбитражный суд разъяснил, что в подвале любого дома находится коммуникация, это не нуждается в доказании. Однако, за эти 10 лет практика пошла по тому пути, что мы вынуждены доказывать техническое назначение наших помещений. Значит, для того, чтобы обратиться в суд, какой-то минимум доказательств надо собрать, в том числе проездное. Значит, ну, какой минимум, например, берем договор управления домом, ну, там, не знаю, с доммастером, да, там, приложение номер один, состав и состояние общего имущества. Надо их заставить это приложение заполнить. И там мы видим площадь подвала, там, 700 метров. Значит, это 700 метров нашего общего имущества. Причем подвал единый объект, ну, как правило. Значит, сплошь и рядом город. Один кусок выдираем, потом другой, между ними наше помещение, наши вот лестницы, такого объекта быть не может. Или, вот как у Ольги, сформированный объект с разрывом в 7 этажей. Или, вот в ТСЖ Хоромы мы отсудили на первом этаже магазин ХЦ, под ними тоже там, склад или там, столовая магазина ХЦ. Вот мы подвал отсудили, потому что не может быть объекта соединенного по вертикали разделенного несущей конструкции. Сплошь и рядом, вот на денежном. Входим в подъезд в общее имущество, справа колясочную крали, слева комендантскую этого дома, это якобы один объект. Не может быть объекта, разделенного несущими конструкциями или другими помещениями. противоречит нормам формирования объекта. и вот эти у меня сейчас трех отдельных объектов с отдельными домами. Это неправильно. Да неправильно. Не может быть. Куда? Теперь, даже если они вот такие большие. Какая разница? Какие? Законодательство? Если вот здесь офис, это как бы не считается, что... Подвал вообще офис. Подъекты может быть по каким офисам. подвалом. Татьяна, можно уточнить по разным объектам? То есть у нас, например, 4 или 5 объектов, у каждого свой регистрационный номер просто есть. Никтое может быть, да? Ну, конечно. Вот это. Делят вообще по комнатам. Ну, то есть... На светом они поспешили поделить. Просто это надо вот все эти подробности собирать, потому что мы приходим в суд, и это наша доказательная база. Сейчас, секундочку. Таких нежилых помещений, таких как магазин, аптека, которые являются самостоятельными. Татьяна, еще вот это самостоятельные до нас тоже долго доходило. Самостоятельные это те, которые по проекту аптека на первом этаже, магазин на первом этаже, то есть которые сформированы уже и строились так, понимаете? А, конечно, подвалы это нежилое, и чердак тоже нежилое. А можно вот вопрос? Нежилое в смысле, что там не живут. Но это в смысле как это и кистре помещение. По СНИПу, по строительным нормам и правилам жилых домов, оно имеет определенное назначение. И может находиться и вот как Татьяна творила в середине дома, и в подвале, и на чердаке. Короткий вопрос, уточняющий по этой теме. У нас дом тоже тридцать первого года и у нас подвалы изначально по проекту строительства были физкультурный зал, прачечная, но все для жителей. Но в тридцатые годы это все разделили на квартиры, и там жили где-то до шестнадцатых. Правильно, а в шестьдесят пятом году выходит постановление правительства запретить жилье о жилищном строительстве в СССР, то самое Хрущевское, где было запрещено проживание в подвалах. Вот даже у нас дом был Фадеева 5, где вот мы представляем проект капитального ремонта с надстройкой и так далее, и там написано вот так вот шестьдесят третьего года, что в подвалах там проживаю, нужно перепланировать помещение, вывести жилые комнаты из-под лестниц, там да-да-да-да, и вот целый проект, который потом просто вот перечеркнули в этой части, потому что вышло постановление выселившее у нас тоже вот по документам тоже прямо квартиры, у нас еще есть житель, который помнит, как в подвалах жили, дети там ходили. То есть это тоже надо найти, когда ликвидировали эти квартиры? Это не имеет значения, как, значит, смотрите, Конституционный суд еще в 2009 году разъяснил, наличие иных полезных свойств технических помещений не влечет их исключение из общего имущества. наоборот, эти иные полезные свойства, то есть иными словами, вот по периметру трубы отопления, вот по периметру трубы водоснабжения там канализации, да, но в середине мы можем это использовать, как квартиру до 60-х годов, там, не знаю, склад, красный уголок, спортзал, кладовки, как угодно. И город же тоже использует иные полезные свойства наших помещений только совершенно незаконно. Он продает их, сначала сдает в аренду, потом продает под офисы. Трубы-то никуда не выносишь. Но даже в этих договорах аренды всегда есть пункт, что арендатор обязан обеспечивать беспрепятственный доступ к общедомовым коммуникациям. То есть тем самым и арендодатель город, и арендатор признают их наличие там. Поэтому, когда город приносит в суд договор аренды и им кичится, значит, во-первых, надо его внимательно читать и выудить, и указать в суду. Посмотрите, они сами признают наличие там общедомового коммуникации. А кроме того, использование иных полезных свойств никак не влияет. И опять же, уже суды разъяснили на новый раз, что передача во временное владение и пользование не влияет на правовой режим этого помещения. Изначально в силу закона относящегося к общему имуществу арендатор на свой страх и риск, вот это прям цитата из постановления, значит, использует, приспосабливается под технический характер помещения. Простите, а что это за постановление суда в 2005 году? Сейчас вам прям номер продиктовать, да? Нет, если сложно, не надо. Нет, если можно, это все есть, но вот... А если есть безнечечка, что надо? Нет, все это, все это есть, но хорошо. 489-о-о от 19 мая до 2009 года. Значит, смотрите, я прервалась на том, что нужно все-таки подтвердить технический характер наших помещений. Собираем всю возможную техническую документацию, а именно в управляющую компанию обращаемся, ну, кроме приложения номер один, которое должно быть заполнено. Еще от ДЭЗа, условно, скажем, доммастеру, была передана вся имевшаяся на тот момент техническая документация. Вот, по-моему, это проект капитального ремонта 89-го года. Все, тщательно его читаем, к сериям, и прямо суду, маркером, трубы отопления в подвале, водоснабжения в подвале, ввод, вуза учета. Его сложно получить? Вам это надо? Значит, вы это получите. Документацию сложную, потому что у нас очень много после ДЭЗа ни одни управляющие компании, где это все осело, вот с этой документацией большие проблемы. Как же они управляют домом? Сможем помочь его. Подождите, секунду, с самого начала нужно понять, вам вообще это надо? Или вы так пришли развлечься в выходной дне? Надо. А если надо, значит, вы будете землю носом рыть. Значит, приходите в управляющую компанию, говорите, как вы обслуживаете дом. А мы вот сами прошлись, составили акт. Окей, дайте нам его. Значит, вся документация по дому это такое же наше общее имущество, как чердаки, подвалы, лестницы и так далее. Это наша общедолевая собственность. Поэтому, если дом ТСЖ, то это вообще все хранится в ТСЖ, вон, в сеть стоит. Если у вас нет ТСЖ, у вас там совет дома или просто активные инициативные граждане, любой собственник вправе обратиться в управляющую компанию и затребовать вот это вот в 2008 году Ирина Алексеевна при этом клялись, что ничего не будет. Знаете, чем они мотивируют? Тем, что документация созданная не нами, мы не имеем права ее куда-то И дома не мы построили, и дома не мы построили, а наши предки и что? И что? В момент приватизации первой квартиры возникло право общей долевой собственности на все. Обслуживать дом без технической документации невозможно. Более того, они обязаны для получения субсидий ее постоянно обновлять. Кто такая управляющая компания? Значит, вот я вам хочу сказать, граждане, поймите, что вы домовладелец, а любая управляющая компания, будь она вот или вот, это нарядная уборщица. Это мы знаем. Это мы знаем. с одни сети, да, понятно, лучше там художник, но тем не менее. Что касается, например, дом мастера, если вот здесь в основном жители Басманного района, соответственно, в основном у них все. У нас ушли годы на то, чтобы объяснить, кто в доме хозяин, но тем не менее сейчас дом мастера мне, как говорится, дает контакт и приходят люди, и дом мастер помогает, и акты составляет. То есть для начала, чтобы пойти в суд, нам нужна какая-то стартовая, вот минимум какой-то, да, дата первой приватизации, какой-то минимум архивных документов, и то, ну не получится, значит, очень хорошо иметь отказы письменные с тем, чтобы в суде ходатайствовать об истребовании доказательств, которые мы не в состоянии получить сами, вот отказ, значит, пожалуйста, уважаемый суд. Ну понятно, что судьи разные, каждый по своему внутреннему убеждению, но тем не менее, в отличие вот даже от 14-го года уже сформирована очень серьезная нами практика. Значит, позавчера настало 140 выигранных домов, причем там разный масштаб, есть 1200 метров, есть 200. Понятно, что для Москвы это там капля в море, но это колоссальный объем за 10 лет просто каторжного труда и реальной борьбы. И с этой практикой уже суды не могут не считаться, поскольку, несмотря на то, что у нас отсутствует прецедентное право, тем не менее, у нас есть право применительной практики. И судье даже проще, что называется, по накатанной, поэтому суду надо помогать. Значит, максимально стараемся собирать документы, писать письменные пояснения, вот со всеми этими ссылками. Вот меня судья по одному делу на днях попросила. Значит, сначала я ей вот такое, я даже назвала цитат, вот три листочка, чтобы много не читать, не трудаться. Признаки общего имущества, прям цитаты из высших судов, срок из какой давности. Дело даже не образоваться, но они реально объективно завалены. Если придете в суд, что-то страшное. И они судят. И наш узкоспецифический вопрос, где нужно засверлиться. там, не знаю, грузоперевозки, еще что-то. И все в одном. Бывает врач и гинеколог, и проктолог одновременно? Нет, конечно. А здесь вот так. Срок давности напомните про него отдельно скажу. право на иск. Вот меня кто-то спрашивал, как быть, если нет ТСЖ. Сейчас тоже расскажу. Вот, вот я принесла эти шпаргалки. Дальше она очень переживает, что она приняла дело, где естественно не ТСЖ, групповая групповая граждане, как бы ее потом не отменили. Вот я и подобрала списочек, что на сегодняшний день у нас 43 группы граждан, 43 дома, которые без ТСЖ. Давайте с этого и начнем. Почему арбитраж? Недали как вчера, прислали из замоскловецкого суда решение, вступило в законную силу, то есть прошло нас в суд, вернули чертак мансарду, признали незаконную регистрацию, граждане захватили. Но это отдельные крупинки, либо совершенно бесспорное дело, либо звезды легли, попали на отдельную вменяемую судью. То есть в районных судах, как бы помягче сказать, там такой беспредел, ну такой беспредел, причем Басманный абсолютно не лидер в этом плане. Вот мы сейчас ходим с одним домом в коммунический суд, мы вернули подвал в арбитраже, а там претендентка на этот подвал подала в коммунический суд иск. Но претендентка нотариус города Москвы. Просто суд стоит на ушах, как бы нотариуса углажить. Вот, поэтому я сторонник судится в арбитраже, поскольку там реально и судьи более грамотные, и порядка в разы больше, ну даже вот такое простое дело, как сайт картотека арбитражных дел, можно по номеру дела, либо по фамилии, либо по названию стороны по делу, найти любое дело, и любой судебный акт, любое промежуточное определение. За все годы, даже вот наше дело, мы подавали в апреле 2009 года, оно до сих пор там есть во всех подробностях, для чего это важно, не только кто судится, отслеживает, а изучать другие дела, потому что у меня, к сожалению, к счастью, не знаю, нет юридического образования, я вот это все освоила просто круглосуточным вгрызанием, и читаешь эти судебные акты, и вгрызаешься, что не так, почему им отказали, потому что на ошибках учиться еще круче, чем на успехах. Так вот, значит, идем в арбитраж, для того, чтобы пойти в арбитраж, нужно, ну вообще в любой суд установить сначала ответчика, то есть лицо, на имя которого сегодня зарегистрировано право на то помещение, которое мы знаем, собрали документы, предполагаем, относятся к общему имуществу, в силу закона, значит, кто ответчик по иску будет. Если это физическое лицо, то да, деваться некуда, пойдем в районный суд. А если это юридическое лицо, либо в том числе город Москва в лице департамента городского имущества, то мы идем в арбитражный суд. А если несколько, то есть часть подвала физическому участку? Значит, дальше нет. Понятно, что каждому ответчику мы предъявляем свои требования, поскольку разные помещения, разные ответчики, значит, это будет несколько разных исков. И если это физическое лицо, то один лист будет в районный суд, если не физическое лицо, то в арбитраж. арбитражный суд города Москвы, Большая Тульская, дом 17. Затем будет апелляция, затем будет касация, затем будет Верховный суд, но сначала нам надо пройти первую стадию. Кто истец? Либо это ТСЖ, либо это управляющая компания, значит, при любом таком варианте нужно решение общего собрания собственников о наделении этого лица полномочиями на обращение в суд от их имени. То есть даже если ТСЖ все равно нужно провести общее собрание собственников, к сожалению, так сложилась арбитражная практика. Но на самом деле, если вы активный, инициативный, то ничего страшного при очередном собрании внести вот этот вопрос в повестку дня. То есть если просто группа граждан? группа граждан, никакого собрания не нужно, поскольку никто не вправе запретить гражданину отставить свои права. Но для того, чтобы пойти в арбитраж, нужно соблюсти требования статьи 225.10. И дальше там их много-много-много подпунктов, по-моему, там до 17-го, если не до 17-го. Арбитражно-процессальный кодекс Российской Федерации. Мы же в арбитраж идем. Значит, живем мы по-гражданскому, в домах мы живем по-жилищному, а судиться мы идем по процессуальным кодексам. В районный суд по гражданско-процессуальному, в арбитражный, по арбитражному процессуальному. Какие нюансы нужно соблюсти, если вы группа граждан без ТСЖ? Значит, должен быть один истец и не менее пяти присоединившихся к иску так называемых участников одного правоотношения. То есть, иными словами, не менее пяти собственников помещений в данном доме. То есть, эти шесть человек будут участниками одного правоотношения. То есть, право общедалевой собственности на общее имущество, которое мы идем восстанавливать. Суды тоже уже разъяснили, что наши иски направлены на восстановление положения, существовавшего до нарушения права. То есть, наше положение существовало с 92-го по тот год, когда у нас это украли. Значит, вы ищите, кто у нас украл. Значит, идете в МФЦ, в Росреестр запрос делаете, в управляющей компанией, любыми способами, но не так вот нам сказали документ. Арбитраж и хорош тем, что там судятся не на словах и не по кто что сказал, а по документам. Значит, вот я из ТЕЦ и пятеро присоединившихся, вот наши документы правоподтверждающие. Причем боятся граждане давать вам свое свидетельство, но на здоровье пусть принесет выписку из ЕГРН или вы возьмите сами, что он собственник в этом доме. И ту же самую выписку, что а вот город Москва зарегистрировал право спустя 10 лет в 2005-м, да еще оно обременено договором аренды. Значит, этот арендатор третьим лицом привлекается. можно сразу выставим и указать, но не страшно, потом и привлекутся. Поскольку третье лицо это лицо, на право и обязанности которого повлияет принятый по делу А. Как бы вы это не противились в свое время, таки повлияли, да, потому что мы восстанавливая свое право, доказывая право общедоевой собственности, идем в Росреестр с этим решением суда выстраданным и регистрируем, погашаем запись о праве города, соответственно запись об аренде и регистрируем опять, уже повторно, хотя у нас первую приоритизацию она была зарегистрирована, но тем не менее право общедалевой собственности, тогда уже спим спокойно, распоряжаемся этим своим имуществом, распоряжаемся, опять же, все подробно описано в жилищном кодексе, значит, две трети голосов всех собственников должны применять решение под двум вопросам. А. Предоставляем в пользование, то есть, иными слова не сдаем, а. Выбираем лицо, полномоченное на заключение таких договоров. Это может быть ТСЖ, это может быть управляющая компания, это может быть любое лицо, кому в доме доверяется. Значит, по поводу управляющей компании, бояться совершенно не надо, вот даже у нас при наличии ТСЖ и расчетного счета, но тем не менее, в силу обстоятельств, у нас много лет этот счет был девственно нетронутый и у нас, например, договор на использование чердака провайдерами заключен трехсторонний. Мы, как собственники этого чердака, доммастер, как компания обслуживающая этот чердак и провайдер, в нашем случае, там, Ростелеком, как эксплуатирующий. А вы, как собственники, это как ТСЖ и как общее собрание собственников? Мы, как собственники, значит, представитель собственников, либо ТСЖ, либо совет дома, либо, там, не знаю, старший по дому. Ну, вы проводите собрание в домах, так или иначе, как вы проводите, да, у вас какие-то есть инициативные группы, инициативные. А если не все квартиры собственные? Если квартира муниципальная, договор соцзнаема, собственник город Москва. В собраниях от него голосует ГУИС, подаверность. Да. А, например, как любой другой собственник, он несет бремя содержания общего имущества. То есть, вот эти взносы на капитальный ремонт платят город Москва, а не наниматели, живущие в этой квартире. И даже есть разъяснение, опять же, высшего арбитражного суда в свое время, что город Москва арендодатель необоснованно возлагает бремя текущего ремонта и содержания на арендатора. Он, как собственник, должен внести его время. А сроков рисковой давности нет? А сроков рисковой давности нет. Очень хороший вопрос. Значит, разумеется, департамент, приходя в суд, первым делом заявляет о пропуске сроков, поскольку срок три года. Дальше начинают нас уклонять по пути, что типа мы знали, мы спали, мы не знали. Все это ерунда, поскольку 64-й пленум высшего арбитражного суда разъяснил, что на требования владеющего собственника рисковая давность не распространяется. Мы этими помещениями владеем, потому что имеем доступ к их использованию. Используем для обслуживания дома. То есть мы эти помещения используем для размещения общедомовых коммуникаций, то есть для обслуживания дома. Соответственно, мы имеем доступ к использованию. Важен не доступ ногами, а доступ к использованию. Разумеется, департамент доказывает, что раз у него там арендатор, и теперь они еще даже на пустые помещения ставят эту красную сигнализацию, это все не имеет правового значения, потому что как только авария, всю сигнализацию срезают и устраняют товарию. То есть мы имеем доступ к использованию этих помещений. Соответственно, заявлять иск надо о признании права общей долевой собственности. На это требование срок исковой давности не распространяется. Нам не нужно заявлять требования об истребовании. Исключение составляют случаи, когда например департамент только что сдал в аренду или не дай бог только что продал по 159-му федеральному закону город за 3 копейки с рассрочкой на 300 лет продает тому, кто не менее 2-х лет арендатор. Сейчас идет массовая распродажа подвалов. Пожалуйста, обратите на это внимание. Все ресурсы используйте для поиска информации, а не продается ли уже ваш подвал. И бегом голубом тогда суд. Причем ресурсом может быть сайт вот этой картотеки дел высшего арбитрального суда, в котором вдруг мы забивая название арендатора сидит там у нас ООО трипера, смотрим, что оно оказывается выкупает. И оно судится с департаментом не за три копейки, а за две с половиной хочет купить. Тогда мы тут же должны в это дело вступать третьим лицом, приостанавливать его, подавать свой иск о признании права, приостанавливать это дело о продаже до рассмотрения основного. А если продал, тогда что? Если продал, ответчиком у вас по делу является тот, кто купил, на кого сегодня зарегистрировано право, а также ответчиком вторым является сторона по сделке. Кто его продал, город Москва? Отыгрывает обратно? Признают незаконно? Нет, мы не оспариваем сделку, поскольку сделка ничтожна в силу закона, вне зависимости от признания ее судом. Мы заявляем иск о признании права, но предъявляем его к ответчику, кто сейчас является зарегистрированным собственником, а также к департаменту, который продал, поскольку стороны по разделке являются ответчиками. У нас есть несколько таких выигранных дел, это, конечно, гораздо труднее, чем вернуть то, что еще не продано, это тоже арбитратно. А с владельцем замечательно, он потом идет в суд возвращать деньги, мы идем третьим лицом на его стороне. А скажите, кому нужно возвращаться в районы или в арбитратные с таким? Юр лицо? Ну, чем эти дела отличаются друг от друга, кроме того, что если у вас ответчик физическое лицо, то вы вынуждены будете идти в районный суд. А если у нас подделка департамента города Москвы и физическое лицо? Физическое лицо в районный суд. Я говорю, ответчик, первый ответчик это тот, кто сегодня является зарегистрированным собственником. Это в любом случае. Для этого надо установить, кто именно сегодня собственник этого помещения. А есть такая практика, что, точнее, вот у нас один подвал, часть подвала продали физическому лицу, потом это физическое лицо продало еще юридическому лицу. Очень хорошо идите в арбитраж. Ну, то есть просто с этим последним владельцем судиться, и тогда все это признают нашей собственности, а они уже департамент. Но только, вот понимаете, ведь эти перепродажи происходят не случайно, а для того, чтобы вам максимально затруднить. Причем, что происходит, вот сейчас у нас дело, если ты слышал на татарской, да? его уже там вернули на пересмотр, за это время город продал юрлицу арендатору, а юрлицу арендатор перепродало физлицу. И дело в арбитаже просто прекратили. при том, что это вообще ничтожные сделки на старте, потому что в договоре написано, что продавец отвечает, что это помещение не находится под судом, не беременено там правами третьих лиц. Департамент пишет, что да, ну какие проблемы мы делаем. Департамент. Да, это чудовищный возраст. Скажите, пожалуйста, если изначально при строительстве дома это помещение предназначалось под службу быта, то есть там назначалась прачечная химчистка. Для вашего дома? Нет, для всех предназначения. Значит, есть дома, вот мы отсудили в денежном 22, где дом УПДК ЦК КПСС в 86-м году проектировался, и там предполагался приемный пункт химчистки для жителей дома, ну чтобы слугам народным не ходить далеко. И мы отсудили это помещение химчистки на первом этаже. Не для нашего дома, естественно, не для всех. Если для всех, то нет, это изначально, вот это как раз изначально самостоятельный объект. химчистка. То есть в проекте должно быть написано, что это химчистка. Вот как у нас, например, дом на сельце вражки, у нас жилой дом семиэтажный, со встроенно-пристроенным детским садом и магазином оптика. Вот какой-нибудь МФЦ у нас находился. Все. Мы к этому не претензируем. Я вам более того скажу. Вот у нас две мансарды изначальной постройки вместе с домом. Значит, здесь вот работал художник Осмеркин, Осмеркин, а здесь художник Иванов Раткевич оба в Третьяковке. Так вот, мы на это даже не пытаемся претендовать, потому что изначально, то есть у нас нет документов, что хоть когда-то, хотя там 9 стояков центрального отопления, соответственно, 18 кранов, канализации, с ревисткой, то есть все признаки общего имущества. Ну, да, у нас тоже ... Изначально вот даже на архивных документах перечеркнуто и написано, что строительство деревянных мансард запрещено, а там в силу постановления Моссовета, тем не менее, что запрещено, то, разумеется, было реализовано, и вот мы за это помещение даже не пытались судиться, хотя нам этот художник на букву просто... А что делать, если помещение в доме достаточно нового предполагалось для консьержа, оно достаточно большое порядочное... Что такое предполагалось? Написано на проекте консьержа, все общее имущество, но... Оно приватизировано физическими лицами под жилую квартиру. Ну, под жилую квартиру, конечно, караул. Да. Когда приватизировано? Ну... На основании чего? Ты знаешь, прекрасно, этот дом, это дом, где, конечно, наш полбутый, левши рога и копыты. Там вот этот многоподъездный дом, и в домах сделаны сразу по рекламе, консьержи, консьержи, изначально. У нас много в практике колясочных, консьержных, мы обсудили. Это отдельная квартира? Нет, когда теперь? Сейчас я скажу, где-то в 2005-2005-2005... Жалко сидеть отдохнуть. Мне город Москву тоже очень жалко, мы у нее 140 домов отсудили. Татьяна, а какой лист? это физические лица, Таня. Ну, и что-то обычные люди, которые... Ну, а тогда что-то вопрос задать? Жалко, у кого? Нет, понятно, что это в среднем есть какой-то, может, назвать срок вот этих судебных походов? Великие. Сроки. Нет, ну, на самом деле, вот чисто арбитражи у нас было вот у меня три с половиной года. У нас в самом начале? Нет, четыре. Один дом, да, один дом, но у нас было шесть, шесть помещений. То есть у нас каждое вот это вот, что у нас сейчас шесть арендаторов, это якобы самостоятельный объект. Но у нас было отягощено дело. На самом деле, мы в апреле девятого, значит, в восьмом году прокуратура за нас попыталась посудиться, ее вынесли, мы пошли сами в апреле девятого года, и в мае десятого было решение вот за один круг и вступило в законную силу, и мы пошли, зарегистрировали общую долевую собственность. А потом нам это все отменили, вернули на пересмотр, а потом дело прекратили, потому что дело вступило в физическое лицо с самостоятельными требованиями. Это тоже отменили, опять вернули на пересмотр, и наконец вот с четвертого круга мы уже сидели зайки и у нас все запрещены. То есть признать могут быстро, но потом будут вот эти... Ну, разные, каждый... Вот смотрите, я вам рассказываю общий алгоритм, он уже устоялся, устаканился, все, но в каждом доме свои нюансы. Наш нюанс состоял плюс в том, что дом строился кооперативом, подвал изначального, погреба, зал собрания, красный уголок и так далее. Отягчающие обстоятельства были те, что у нас группа из четырех жителей, значит, двое захватили подвал и фактически с него, значит, кормились, сдавали, у нас тут миллион всяких арендаторов было, а двое, большие московские чиновники, там, один чиновник, другой функционер, просто крошевали, как мы теперь это предполагаем. Вам не угрожали, когда вы начали это? Еще кого? Здрасьте, здрасьте, да? Еще кого? Сейчас найду вам фотографию, где я с выбитым глазом и пробитой башкой на Новый год. Десятый год я встречала в Строумовской больнице для беды, в нейрохирургии. Но судили меня, потому что после удара, падая, я поцарапала якобы ручки этой мерзавки, которая у меня садонула с кастетом. Ну, у нее вязаных ключей было. Значит, смотрите, вот в каждом доме, если есть, кто вот захватил подвал, то, конечно, битва будет нешуточная. Даже город Москва, это, конечно, вот цинизм, на мой взгляд, какой-то совершенно запредельный и просто гражданская война недопустимая, потому что даже приходит дом, у которого есть решение ТМВК, там еще, не знаю, 11-12 года, где признано общим имуществом, либо дальше пошла такая формулировка признать целесообразным, признать вот так вот, но тем не менее, все-таки город Москва сам представитель этого же департамента в суде рубится не на жизнь, а на смерть. Кто это решение принимал, да, каким-нибудь полномочиям, да, 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 то есть, ну, просто, вот цинизм зашкаливающий. Поэтому, ну, надо настроиться. Я почему сказала, с самого начала вы должны определиться, вам это действительно надо, вы готовы грызться, тратить деньги, потому что собирать жителей, но это сами знаете, все знают, да, что такое проще свою пенсию полностью на это пустить. ничего не будет. Скажите, пожалуйста, опять же, позитив сплошный. Скажите, пожалуйста, вы, простите, я с материалом не ознакомилась, вы высылали вот эти судебные решения, которые прошли, то есть, судебную практику, которую вы наработали. Там список есть этих судебных решений? Да, номера делок, есть. Соответственно, дальше вам нужно потрудиться самостоятельно, залезть в картотеку и читать долгими зимними ночами. То есть, нужно понять каждому для себя. Вот мы не можем больше так жить, вот мы не могли так жить, когда я вхожу в свой подъезд, тут какой-то курешь-перекурешь, еще были те времена, когда там какие-то мешки таскали, то ли с гексогеном, то ли еще с чем-то, но вот я так жить не могла, поэтому пришлось сбросить собственную жизнь, заняться общественной. Дальше, я говорю, мы за эти годы сформировались в замечательный такой вот коллектив. Мы ходим в суды, я каждый месяц рассылаю расписание на месяц, вот сейчас у меня значит январь, на следующей неделе три суда каждый день, это немного, потому что у нас бывает три суда в день. Значит, для чего это надо? Мы не только друг другу помогаем, даже вот знаете, просто массово создаем, потому что когда приходит департамент и какая-нибудь бабушка, да, трудно тягаться, а когда это, ну, на человеке же не написано из какого он дома, поэтому мы вот этим дружным коллективом создаем видимость, что это жители этого дома и этого дома. Но самое главное, что это колоссальное, бесплатное самообразование, то есть ты приходишь, ты для начала вообще, ну, чтобы просто не пугаться, не теряться в суде, потому что судьи очень разные, ну, очень. Вот от одной на днях вышло просто минус 20 килограмм, то есть два часа беспрерывного визга, ну, до того, что я ей даже вынуждена была сказать, не надо, у меня голос повышать, просто вот распустилась до него. Есть нормальные судьи, но им надо помогать, вот, к счастью, есть такая инструкция по делу производства, где пунктом 9 предусмотрено, что стороны могут сдавать в суду проект судебного акта. То есть мы берем и сами детально описываем все документы, которые мы сдали в дело, даем им оценку и притягиваем комментарий на эту тему из других разъяснений высших судебных инстанций, чтобы да, да, чтобы в суду оставалось что-то прочитать и сказать, о, молодцы. чтобы жители замутилировали, да, чтобы они понимали, какова цель вот все эти хлопотные истории, надо понимать возвращенные подвалы. Рассказывали. У нас была консультация, что давать мы не можем, там же коммуникации. Где это написано? ДГИ может давать? Когда вам кто-то начинает что-то говорить, и у вас это вызывает сомнения, то вы задайте просто вопрос, любезный, норму права назовите, где написано, что нельзя сдавать. Значит, это в свое время, вот как мы за эти годы, я поняла, что к чему, город Москва максимально продвигал эту идею, что если мы вернем, мы это сдавать не можем. на самом деле запрещено отчуждать технический подвал. Ну, какой нормальный собственник примет решение 100% в доме, к тому же 100% только на кладбище. В живом доме 100% просто невозможно по определению. Значит, примет решение продать кусок своего технического города запросто, поэтому, значит, запрещено отчуждать, а передавать в пользование четко пункт 3, запятая 3.1 там, части 2 статьи 44 жилищного кодекса. Решение общего собрания о предоставлении в пользование крыши, там, стены, там, чердака для провайдера, стены для рекламы, подвала для чего? Вот вы взяли и самое первое освобожденное помещение, вот и вот заняли сами и прекрасно здесь проводим и такие мероприятия, не только собрания жителей или собственников дома, или членов КСЖ, а также вот, это далеко не первое у нас тут мероприятие, вот, например, когда запускали в Москве программу капитального ремонта, вернее, взносов, вот этих 15 рублей на метр, сюда приходил Лившиц, Дмитрий Владимирович, заместитель, руководитель фонда капремонта, и три часа тут было просто вот битком, собрались там, не знаю, домов 50, да, и вот три часа и он отвечал на все вопросы. А кроме того, ну, жителей надо объединять, особенно после того, как вам удалось вернуть общедолевую собственность, чтобы не разругаться, не каждый не начал в свою сторону, у кого-то коммерческий интерес, у кого-то хламовник устроить тут в подвале, еще что-то, мы должны создавать коллектив. Вот мне даже, я помню, бывший директор нашей управляющей компании, помню, на какой-то юбилей нам подарили такую книжку очень строго. А вы вторую часть подвала? Построение демократических взаимоотношений. А вы вторую часть подвала сдаёте, да? Мы сдаём весь подвал за исключением чисто технических помещений, но вот потом можно прогуляться, чисто трубы и всё такое. И ещё одно помещение, ребята наши молодые походили по подвалу и выбрали вот, наша бывшая котельная, под тренажёрный зал. И вот, тренажёрный зал и красный уголок. Ну и нам же ведь досталась такая планировка, поскольку здесь всё было перекроено под офисы. При капитальном ремонте мы максимально расчистили всякие перегородки и всё, вот, всё снесли. тем не менее, какая-то планировка, ну вот, досталась очень много каких-то пустых коридоров. Ну вот, мы там библиотека, у спортзала там комната отдыха. Остальное сдаём. Значит, мотивировать. Сдаём очень недорого, учитывая наше местоположение. Тысяча рублей за квадратный метр в месяц. Всё включено. То есть, у нас нет отдельных счётчиков на воду, на свет, на тепло, что там ещё может быть. Исходя из того, что, ну, в одной комнате сидят проектировщики компании, инженеры, в другой архитекторы, в третий переговорный офис, который вообще там, по моему наблюдению, раз в месяц приходит. Ну, сколько они там? Насчёт ТСЖ? Насчёт ТСЖ. А если нет ТСЖ, то нет. Ещё раз, кого вы выберете лицом, уполномоченным на заключение договора и получение этих денег? То есть, назначьте свою управляющую компанию, например. А если без управляющих? Выберите лицо. То есть, если лицо может получать на свой расчётный счёт? Почему на свой? Он специально откроет счёт. Да, владельцам счёта будет он. Да. Но вы можете в договоре прописать, что, например, арендатор является налоговым агентом. То есть, он будет платить сам налог. У нас вот ТСЖ, мы по упрощённой системе налогообложения. 6% ежемесячно от дохода. Вот Оля выбрала доходы минус расходы, да, то есть ещё более экономный способ. Но это надо постоянно вот... то есть, арендатор, будучи налоговым агентом, оплачивает как раз налог, да, за физлицо, которое получает. Правильно? Да. Татьяна, скажите, пожалуйста, давайте мы или к вопросам перейдём, или закончим, да? Нет, это как по ходу пьесы. Мотивация, просто очень важный вопрос, действительно. Мы из этих денег проводим всё благоустройство сверх того, которое нам, ну, положено среднестатистическое, понятно, совсем никакое. То есть, у нас нет ни членских взносов в ТСЖ, ни каких-то поборов там на домофоны, на спортплощадки, вот если вы так же посмотрели, вот, видеокамеры, ограждения, ворота, пульта, вот, вот, всё, что называется, даром. Но самое главное, мы платим за жителей взносы на капитальный лимон. То есть, ежемесячно, я с расчётного счёта в ТСЖ перевожу конкретную сумму, вот у нас в доме 50 тысяч рублей, на спецсчёт, как формирование фонда капитального ремонта. То есть, не то, что за Иванова, Петрова и Сидорова, чтобы ему ещё налог бы втюхали, вот, а вот формирование фонда. Поэтому это очень хорошая мотивация. Ну, кроме того, вот мы всего пытаемся подойти к, накопив уже какую-то сумму, что начинать платить часть ежемесячных расходов на текущий ремонт содержания общего имущества. То есть, тем самым, уменьшив жителям квартплату, которая, ну, просто уже какие вороты не везет. Именно отопление. Реально. Вопрос про налоги. В случае сдачи какого-то общего имущества возникает НДТЛ у каждого собственника? Возникает обязанность уплата налога у того, кто либо получает эти деньги, в нашем случае это ТСЖ. Налоговым агентом является ТСЖ, который обязан 13% в каждом В нашем случае, ТСЖ, юридическое лицо, получает на расчетный счет и с него уплачивает 6% ежемесячно. Все. Вы же сами выбираете систему налогообложения. Собственность общая, общая всех. Но вы делегировали товарищи в данном случае, делегировали, приняли решение двумя третьими голосов на общем состоянии. НДФЛ мы платим, когда и деньги наручили. Вы наручили деньги не получили. Никто. НДФЛ в чем заключается? Вы получаете блага, качество жизни в доме. Ваша недвижимость, разумеется, дорожает, поскольку, да, содержание дома вот такое. Не совсем правильно. Когда квартиру свою сдаете, когда квартиру свою вы получаете деньги, вы лично и вы за свою квартиру платите налог на вашу недвижимость. Послушайте, это важно и для общего вопроса. Которым имуществом вы можете сами распорядиться индивидуально и получить индивидуально коммерческую выгоду или там доход. Соответственно, на общее имущество вы не платите налог ни на лестницы, ни на возвращенные подвалы, ни на земельный участок. Нам же все мы долго, много лет морочили голову с земельным участком. Все, пока наконец мы зарегистрировали в марте 9-го года земельный участок. Все эти годы мы доказывали нашей налоговой, пока наконец это даже внесли в налоговый код. То есть правильно я понимаю, что в случае сдачи в аренду общего имущества не возникает НДТЛ на физическое лицо? Конечно. Если каждое физическое лицо не получает свои 3 копейки, если получает, то да, вы платите. А если каждое физическое лицо не получает эти деньги, с чего вы должны платить? Нет, оно получает не важно, оно получает доход. Какой доход оно получает? Если за текущий ремонт будете за жителей платить. Мы не за жителей будем платить, мы будем платить за дом. Точно так же, как мы капитальный ремонт оплачиваем. Ну какая разница, капитальный или текущий. Одно счетчику раз, заплатили. Все, поняла. Долго этих нет никаких. Долго у нас есть кто-то вести, Но у вас не это говорят. Чтобы уйти от лишних проблем, например, был у нас капитальный ремонт по софинансированию. Если помнить с приходом Собянина, три года, 11, 12, 13 была эта программа. На самом деле замечательная. Мы каждые заплатили по 5% от общей суммы, которую нам посчитали на капитальный ремонт город, 95% заплатили. Ну понятно, что что-то куда-то ушло. Но в целом, когда мы контролировали, то все нормально. Так вот, значит, условиями той программы софинансирования было, что после сбора документов и так далее, в один день и час все собственники дома должны собраться в одном банке и одномоментно внести свои деньги. Понятно, невыполнимое решение было. Каждый выходил дома из этой ситуации своим способом. У нас, например, в доме нашелся человек, который сказал, я готов внести все недостающее с тем, что потом ему постепенно отдадут. И так и получилось. В один день и час собрались в банке 10 человек. 9 заплатили каждый за себя, 10 заплатил все, что осталось. И ему каждый из тех, кто не смог в тот день прийти, либо не было денег, либо что-то, постепенно подраспись эти деньги вернули. Однако осталось несколько человек, естественно, тех самых, которые с нами все эти годы судились и продолжают судиться, которые не отдали ему. Мы приняли решение на собрании из общих вот этих собранных денег ему вернуть. Стало быть, он этот НДФЛ не заплатил, поскольку это был не доход, не поступление, а возврат. Мельче имеет значение. Что вы просто не хотите сказать? Нет, я просто, я думала, что эти жилки, которые делают здесь сейчас внимание, они ударятся, причем один работал в правительстве Москвы, сейчас пенсионер и вообще надо отдать ему должное при всем моем личном, там, понятное, негативе, но тем не менее, что он признал результат налицо, сложил оружие и теперь Заячий Беренький. Другой до последнего момента был главным инженером Эпидентлану города Москвы. Вот такой вот человек нет, его какого-то октября отправили отдохнуть, мы даже тут отмечили, отмечили, да. Но с другой стороны теперь у него еще больше будет свободного времени. значит они да, они оспаривают, пытаются каждое наше собрание, каждый наш там чейф, но с другой стороны, вы знаете, здоровая оппозиция обязательно нужна. Такое дело, что у нас в доме она получилась нездоровая, но наличие оппозиции оно очень дисциплинирует. У нас такие протоколы, что ну вот никакой басманный суд, ни один наш протокол не стоит. А я иногда мне приносят люди, ну слушайте, на клетчатом листочке и тетради что-то такое написано, ну просто не серьезно. Поэтому оппозиция обязательно. Собрание обязательно. Очень важно. Ну лучше, конечно, что касается дома многоквартирного жить одной семьи. Татьяна, а вот у нас человек, который отжимал помещение для министра культуры, он отжал подвал и сейчас он сидит в следствии Евгзолятова. Константиновский? Да, Константиновский. Вы не поверите, я с ним лично знакома. Значит, у него квартира в Орлово-Давыдовском ПТ-5. И там же Монсардо. И там же созданный им для себя под себя ТСЖ. Я помню, он к ним ходил на собрание. Федоров домой. Да, меня потом окружили такими черными машинами и спрашивали, хорошо ли я подумал. Это его методы. А при чем здесь какая персоналия? Он, что, алгоритм тот же самый абсолютно. Иванов, он и в Севдии. Мы у нас в Севдии у нас в Севдии. У нас в Севдии не так не замечали. Нет, но кто отвечен будет? На кого зарегистрировано право? Ну, прекрасно. И бегите скорее. Более того, пока эти помещения в собственности города, даже если мы пошли за них судиться. Проще. Тем не менее, любые нарушения, мы долбаем эту госинспекцию по недвижимости, которая обязана надзирать за использование городского имущества, она разбирается с этими арендаторами или захватчиками, или перепланировщиками, мы судимся за свое, но пока это формально собственность города, долбаем госинспекцию на Лубянке и в Госдогрине. Татьяна, скажите, пожалуйста, по поиску первой даты приватизации, как вы порекомендуете распутывать цепочки? То есть приватизировали, распродали, два продали, три продали, сейчас живут люди, говорят, у меня свидетельства, основанные на том свидетельстве, откуда многие распутываются? Значит, ну смотрите, и все-таки есть разные ресурсы, в том числе, вот, например, у нас в доме недавно случилась такая детективная история с одной квартирой, и я обратилась, есть организация в Настасиенском переулке, которая там, не помню, если честно, тысячу или две это стоила, но тем не менее, вот я в пятницу с дачи позвонила, попросила мне историю по этой квартире, и в понедельник по дороге в Москву я это забрала. А, ну то есть это частная структура, да? Нет, просто есть доступ, ну, отдельно, мне найти просто надо. Окей, спасибо. Я не держу таких. Ну, на самом деле, это реально обращение в Росреестр, справка о переходе права, но проблема состоит в том... Такие мутные ответы, что... Нет, проблема состоит в том, что открытой информацией является, чье право сегодня зарегистрировано, это, пожалуйста, любой может запросить. А вот эти вот уже специальные, переход права, только собственник может запросить. И этого же объекта. И этого же. А, то есть по идее я по своей собственности могу? Конечно, конечно. Вот меня год назад якобы похоронили, я обратилась в Росреестр за справкой, кто когда-либо интересовался моей квартирой, поскольку меня похоронив, паспорт аннулировал, из квартиры выписали. Вот. Вы не поверите. Две гражданки с доверенностями департамента имущества. Личные враги. И до сих пор как ситуация? Нет, ну я все восстановила, конечно. Просто до сих пор поразительно другое. Полгода возбуждали уголовного дела, возбудили и его максимально пытаются потерять. Ничего не делают. При том, что я сама, естественно, за этот год массовый документ. Ну это я, к чему? Не про себя, а про то, что про свою квартиру каждый может запросить полную информацию с даты приватизации по сегодняшний день. Переход права. Да, отличный. Кто когда-либо интересовался, бывает. То есть просто у нас звук полиции берет, да, и каждый... Да, жажда приправить квартиру. У меня принялись запрос по неживому помещению в нашем доме о переходе права. О переходе или о зарегистрированном? Нет, о переходе права. Что такое переходе права на нежилое помещение? Ну, вот был один собственник. Мне важно доказать ДГИ, что сейчас в этом помещении новый собственник. Ну вы запросили, кто сейчас там собственник, а не в переходе права. Вы просто знаете, что право перешло от ДГИ к нему. Нет. Ну, мне неизвестно. Законно неизвестно, а полузаконно неизвестно. А вот вообще представление о первой приватизации. Мы не знаем, да, у нас, например, там 15 квартир, 10 из них подали в Росреестов, 5 не подали. А вдруг в этих 5 там вообще нет. Конечно, конечно. Значит, смотрите, еще раз. Вы берете примерно. Ну, чего нет, того нет. Не обязательно. Самую-самую. Ну, конечно. Ну, в любом случае у города это больше. Это в любом случае. Они сначала, вот я говорю, был этот бардак и была эта приватизация, которая, на мой взгляд, была нацелена на то, чтобы на нас перевалить бремя содержания этого всего. А потом город чухнулся. Поэтому в любом случае, например, вы находите, что это 93-й год. Вы приходите в суд и сообщаете, что вот у вас есть сомнения, что вот вы считаете, что 92-й, но документ. Ответчик, сейчас же все слепили в один департамент, поэтому все сведения и по жилым квартирам тоже все в том же департаменте имущества. И они приносят им это вот совершенно. Они начинают искать какие-то вот такие желтые там арендные договоры, что-то такое, даже сколько есть домов, где какие-то ордера выдавали на эти помещения, что-то такое. Мы смотрим, например, вот очень важные подробности. Например, у нас сегодня зарегистрировано за городом Москвой 147,2 квадратных метра. А они приносят договор, что у них там это сдавалось в аренду 150 метров. Минуточку. У нас спорный объект 147,2. Где доказательство, что именно так он был сформирован, именно этот объект в 1992 году, в марте месяца. А то, что вы там какие-то 150 метров где-то сдавали. Себе вырывали из вашего подвала. Вот, то есть я вот вам все время хочу сказать, с одной стороны призываю всех не спать и не бояться и не лениться, а с другой стороны, да, для начала дать себе отчетку, что это действительно огромный, многолетний, тяжелый труд. Другое дело, что вам повезло, что уже сформирована и практика, и алгоритм возврата. И, ну, уже, ну, вот знаете, еще нынешняя ситуация. Вот, я очень многого добилась в феврале 2012 года. Выбор были в марте. Вот я вам настоятельно сейчас рекомендую тоже. По всем каким-то вот стремным ситуациям пишите. Тем более, теперь, тогда я ездила там на Телеграф, Телеграмы давала реально, которые стоят по 1000 рублей. Теперь сидишь дома, пишешь на все эти порталы. Вот, ну, то есть, чтобы, во-первых, максимально пресечь какие-то безобразия, максимально собрать какую-то информацию, ну, и дать понять, что, в общем, мы спать не будем, молчать мы не будем, что с нами надо считаться. И действительно начинается что-то такое вот, как-то более-менее. Перед выборами очень хорошее. Можно еще вопрос? Какой алгоритм действует в случае, если подвал не зарегистрировал город, то есть, он у нас фрагирован как отдельный кадастровый объект, и все это есть? Стоит на кадастровом учебе. Замечательно. Но там никого не будет. Алгоритм действует. Замечательно. Значит, вы на общем собрании собственников утверждаете состав общего имущества. Это сделано. Это помещение там описано. Ну, указано, да, кадастрово. Указано. Прекрасно. Дальше записываем. Берете свой паспорт, 200 рублей денег, или сейчас это что-то 200, 200, свое свидетельство на квартиру, комнату, на что угодно, в доме. И вот это вот решение общего собрания. Идете в МФС и подаете заявление в Росрегиста зарегистрировать право общей долевой собственности на такое-то помещение с долей в праве пропорционально. То есть, послушайте, это очень важный нюанс. Заставить эту барышню в окошке дописать эту фразу с долей в праве пропорционально. То есть, часть 1 статьи 37 жилищного кодекса. Тогда вам так и зарегистрируют, тогда вам не заставят вас высчитывать одну 125-ю и так далее, и тогда вам на это не пришлют налог. Потому что, вот кто поначалу землю регистрировал с какими-то там этими дробями, вот они все получают на свои дроби налоги. То есть, она примерно такой же, как и сейчас. Вы знаете, Тань, можно ли я дополнить? Да, вот я как раз Ольгу Ивановну, Олю попросила прийти, поскольку я заглубилась, засверлилась вот в эту судебную историю, и уже умышленно отошла от вопросов земли и каких-то еще сопоставников, ну потому что просто подобно. А Оля как раз вот современной ситуацией владеет вот по этим. Да, вот то, что касается по регистрации, я хотела. Конечно, вот так было ранее. Но в 13-м году, с 1 января 13-го года, ВТИ сформировала объекты, которые мы сейчас имеем в наших домах, в подвалах, они имеют кадастровые номера и кадастровые паспорта. Если вы в МФЦ запросите кадастровый паспорт по этому номеру, вам его дадут. Но там не будет вписано одного очень важного для регистрации момента, что это общедалевое имущество. Я вот из своей практики, нас таких в Москве 2 человека, всего 2 человека. Это средний тишинский, да, это смешно. И сифцевражек, которые внесли в кадастровый паспорт общедалевое имущество вот с таким протоколом собрания. Значит, положение дело таково, что сейчас, вернее, раньше было у нас как два закона. Один закон о регистрации, и 221 о кадастре. Нет, 221. 122. А, 122, да, а 221 о кадастре. Сейчас 1, 217. Значит, то, что касается внесения изменений в кадастры, то есть в кадастровый паспорт вот этих объектов общедалевого имущества, которые нам будут для регистрации нужны. Значит, это можно сделать, как написано в законе, только в двух случаях. Если была техническая ошибка, и техплан надо делать, то есть надо делать техплан на этот объект, не внесут вам, это я вам гарантирую, сто процентов, не внесут. Да, я понимаю, что это неправильно. Есть письма, есть письма Минстроя, да, Елизаровой Росреестра, они писали, что якобы можно рассматривать протокол собрания нашего по общедалевому имуществу наряду с этим техпланом, или там, как его, как кадастровую ошибку там вносить и так далее. Можно это, но, как правило, люди, которые сидят на практике, не получается. То есть для того, чтобы так сделать, надо будет вам записаться к начальнику, не просто в МФЦ, а именно начальнику на Зелёный проспект. Для того, чтобы решать по своему дому, да, в индивидуальном порядке, то есть узнавать, когда приём и так далее. Иначе вы когда подадите вот так с паспортом, придёте 200 рублей, заплатите, вам дело это приостановлено. Ну, Оля, а я вот считаю, что раз по закону достаточно решения вообще собрания, то надо. А по закону недостаточно, в законе не написано, Татьяна. Нет, подожди, вот я тебе хочу сказать, обращайтесь к кадастровому инженеру, чтобы сделать техплан. Он говорит, мы проводим работу, результатом которой является постановка на кадастровый учёт. У вас уже стоит на учёт. А изменения, да, изменения. Вы смотрите, сейчас я поясню, Оля правильно сказала, но до 2013 года БТИ вносила в документы, вот у вас, наверное, есть на общее имущество, да, помимо, общее имущество, общее имущество. И эти все документы были переданы в кадастр. И вот как они были переданы, если есть там эта отметка, то вопросов нет, идёшь и регистрируешь. Если они передали без этой пометки, то есть ещё не было внесено. Ну вот, дальше требуют техпланы, техпланы, это нужно нанимать кадастровому инженеру, платить деньги и так далее. Ну вот сейчас по одному дому пытаемся всё-таки добиться, как вот живописное 50-е. Так если всё-таки он стоит на кадастровом учёте, да, но там нет записи общего. Есть разъяснение Минстроя, Росреестра заместителя Елизаровой, что помещение регистрируется как общее имущество на основании представленных документов, а именно техплан, судебный акт, исправление ошибки и иные документы, в том числе решение общего собрания. Вот я считаю, что нужно добиваться. Насколько сложно техплан сделать вообще? Не сложно, особенно если вы в БТИ это делаете. Приходите в БТИ, я хочу сделать техплан, там есть кадастровый инженер, но это стоит денег. И опять, я говорю, в тех домах... Вот скажи, каких примерно порядок цифр, столько понимания. Значит, примерно сейчас скажу. Значит, я вот делала, меняла, когда три объекта, разбивала свой единый объект в кавочках на три объекта, они его разбили, значит, сделали вот этот единый техплан, это 31 тысяча рублей. Это 1200 метров. Ну, то есть, подъемная цифра, учитывая цену вопроса. Да, если там 10 метров, 20 метров, 50 метров, 100 метров, это, конечно, будет совершенно другая цена. Да, конечно. Ну, и 20, 10, 15, 15. Они даже не выходят с этим имуществом, конечно, хорошо иметь какую-то бумажку. Вы только свой прикладываете в протокол и бросите, о, я сейчас, честно говоря, забыла, по-моему, пункт 8 в этом техплане, там есть, обязательно надо писать туда, что это общее даревое имущество. На основании вот этого протокола все это сшивается и сдает на диске. По закону общее имущество отдельно не регистрируется. То есть, у нас и индивидуальное это имущество носит добровольный заявительный характер, да? А общее имущество, значит, во-первых, оно зарегистрировано, как бы, по умолчанию, одновременно с регистрацией квартиры вашей. Вот, во-вторых, скажем, там документы в ДТИ, вот если есть померка, но по жизни, конечно, во-первых, мы все время под угрозой, что у нас это украдут. Да. Не департамент, так какой-нибудь... Крадут же. Ушелся. Да, вот, поэтому... Первое. Второе, значит, когда вот я заключаю договор на аренду помещения, в основном, просто почти 100%, арендатор просит ему юрадрис дать, поскольку теперь, ну, действительно, налоговая требует, чтобы фактически адрес совпадал с юридическим. Я даю гарантийное письмо в 46-ю налоговую, где пишу, и документы основания, доказывающие наше право, да? Я даю выписку из ЕГРП, ну, теперь ЕГРМ, что это общий имущество, поэтому и для этого хорошо его зарегистрировать, чтобы, ну, никаких дальше вот технических проблем не было. Ну, это да, это и хлопотно, и деньги, для этого же. Вот земельный участок мы сейчас ставим на катастроф, да? Мы с трудом вывели землю из аренды под домом. Сейчас же у нас беда в Москве, что выясняется, что земля под домом, кроме на аренду, на какого-то частника. Вот, и самое главное, это вывести из аренды, потому что до 50-го года заключены договора. Договора. Вот мы вывели из аренды, сейчас оформляем... Ставите на кадастровый учет. Ставим, да. После этого идете в МФЦ и регистрируете. Но поскольку земля не стоит на кадастре, это все как бы несложно, да? Делаем геодезические работы, ставим на кадастровый учет и оформляем. А поскольку уже помещения общедомовые стоят на учете, да, то здесь получается только через деньги, через новый технический... Вы тоже ставите за деньги? Конечно, вам в делу... Вы же когда-то строить инженера вызываете. Вы вызываете когда-то строить инженера, где-то не живой план. Да, да, да. На том вот я... Ну вот. Потом вы еще получаете... Думаете, вот эти все благополучные... ...преимущества еще там одна вещь нужна. Разрешенные спросу не земельного учащения. А скажите, а вы как-то отбили вот эти деньги, чтобы было написано до хвостерного, и тогда только вам зарегистрировали. Значит, смотрите, то, что мы покупаем для этого... Мы все собираем чеки и сдаем, что покупал, и возвращаем. А то, что мы... А то, что мы, да, вот вкладывали... Вот у нас сейчас будет весной собрание, где мы, наконец, накопили сумму. Примем решение. Почему? Мне. Я не одна такая, да. У нас с таким кодом-дементом у нас 15 человек сдавали... Еще там в девятом, десятом, в одиннадцатом году очень немалые деньги. Просто реально была ситуация, ну, кто-то сколько может. Примем решение их вернуть. У нас разные ответчики, то понятно, что это несколько разных дел. Значит, начать с самого безболезненного, скорее всего, это горь. Лучше с городом все одиннадцатом, да, поскольку он всеобщее зло. Вот. Есть дома, где... Вот вчера как раз 140-ое дело. Индивидуальный предприниматель, собственник ряда нежилых помещений, ряда квартир пошел, а жители к нему и сыгнулись. Ну, тоже, но выбрали вот из двух зон меньше. Лучше вот один он свой, меняемый, адекватный, чем там сейчас растащить духовку с услугами. Поэтому надо каждому случаю смотреть. Хотя на что значит цифровой учреждений, учреждений узких назначений? Значит, рассказывала. Вот если бы при рождении меня назвали Юлей, а тебя Таней, я бы не стала от этого по-другому выглядеть. Ну, какая разница, как назвать? Без разницы. Ну, конечно. Это... Взяли наш кусок технического подвала, изначально, там, не знаю, котельная, красный уголок, там, консьержная, и назвали учреждением. И что? Это что-то взяли? Это было в 2007 году сделано. Вообще массово. Да, это сделано на 2007 год. Да, вот в этих 2000-х годах выходило распоряжение префекта в описании общего местного места. Абсолютно незаконный документ. Кто такая префектура? Что в нашу пользу. Если в этом распоряжении префекта описаны все наши... Что в нашу пользу. Если в этом распоряжении префекта описаны все наши... Единственный доступ в эти украденные подвалы. Это тоже аргумент в нашу пользу. Суды уже разъяснили много раз, что пользование этими помещениями невозможно без нарушения права общедолевой собственности. И это используем. То есть, ну, все, что возможно. И вообще, такой принцип в суде, вы представляете все, что в нашу пользу. Все, что не в нашу, не надо. Найдется, кто это принести. Поскольку наше дело правое. Нам ничего чужого не надо. Мы бьемся за возвращение своего, для того, чтобы обеспечить безопасное, комфортное проживание в доме. Для того, чтобы обеспечить сохранность нашего единственного достояния, которое единственное мы можем передать своим детям. Соответственно, наше дело правое. Но заваливать в суд кучей бумаги тоже не надо. Вот минимум по алгоритму. Потом, по ходу дела, какие-то подробности. Конечно, для суда надо иметь в виду, что госпошлина за одно требование вот этого неимущественного характера признать право общедалевой собственности. 6 тысяч рублей. Если у вас в групповом иске среди этих 6 человек, из ТИЦ плюс 5 присоединившихся, будет кто-то там инвалид. Очень хорошо. Там привода. Так, затем. Будут судебные расходы. Вы должны посылать все свои там иск, во-первых, жалобы. Пользовы. Лицам, участвующим в деле. Соответственно, чем их больше, тем даже почтовые расходы возрастают. Затем будет судебная экспертиза, которая сейчас все дороже и дороже. Департамент обнаглел до того, что он теперь вносит деньги сам на депозит, например, 150 тысяч, и предлагает организации, которые там 90, 100, 150 тысяч берут за экспертизу. Надо понимать. Конечно, мы работаем и бьемся на победу. Возможные поражения. И тогда проигравшей стороне, значит, если выигрываем мы, нам все эти наши расходы возвращаются. Если... Ну, дай бог они. Ну, то есть, в общем, стрёмная ситуация. Надо понимать. Поэтому с самого начала ответить на главный вопрос. Мне это надо. Я не могу так больше жить. Значит, вот решиться. И когда это вскладчено, это все, конечно, легче и материально, и морально, физически. Вот. Но тем не менее, значит, либо самому засверлиться вот по самому некуда, либо нанимать юлиста. Но тут большая опасность кроется, потому что профессиональные адвокаты, во-первых, они тоже и уролог, и протолог. Они занимаются массой разнообразных дел, им засверливаться вот в эти нюансы. Кроме того, для нас это наши кровные. А для них это, ну, просто работа в эти до семнадцати, что называется. Да, они не будут так замысклиться. Вот мы за эти годы, ну, можно сказать, взрастили, или вот вычинили буквально два-три человека молодых, очень и грамотных, и въедливых, и просто порядочных ребят, которые вот по нашим делам ходят. И я им с удовольствием вот сватаю очередной страждущий дом, даже не спрашиваю, как они там договариваются, зная, что эти люди порядочные, не кинут, потому что еще опасность. Многие через это прошли, начинающие, что адвокат на двух столях сидит. И вашим, и нашим. Вот, поэтому есть юристы, но все равно понятно для них это работа, и надо понимать, что им надо платить, другое дело, что если это вот порядочные люди, максимально стараются на победу работать, и потом эти деньги возвращаются, когда решение отступает за окном, и селом, и сыскиваем все судебные расходы. Поэтому все клеточки собирают, даже вот эти почтовые, они вот там по 50 рублей, а за три года судов это набегает прямо-таки 10. Люди готовы, но вот вопрос специалиста, как не напороться на человека, который скажет, да, я знаю, но при этом он ничего не знает, вот это основной момент. А люди готовы собираться в группы и коллективно проходить вот этот путь, возвращать подвал. У нас порядка 20 домов. Хочет просто уже готовые, но опять же, что нужно сделать, какие документы, какую базу подготовить, какие документы запросить, чтобы идти к юристу и спрашивать, что делать дальше. Нет, ну вот базу, пожалуйста, я тоже вам сказала. Ну, это тоже, архивные документы, это понятно. Архивные документы по строительству дом, архивные документы по учету помещений, то есть по тренингу, да, документы о первой приватизации, не отвечут. И что сейчас? Отвечет или второй ответ? Ну да, это и все. Аридатор с петлями. Это все, что нужно для того, чтобы обратиться с ним. А в архиве БТИ там 30, вот самый первый год, может быть? 30-4. БТИ был сюда, да, в нашим годом. То есть сразу, например, в ваш дом, там что он фигурирует? Вот прихожу, я преображаю на площадь дом 4. А тут как можно номер 4 в этом БТИ? Говорю, вот у нас дом в этом году 90 лет. Мы хотим, как и так же документы собрать, где живые планы в земле. И я хочу ознакомиться с нашим архитом делов и что-то заказать за деньги. Я хочу, что-то есть, вот вам очень интересно договорить, что у нас было. У нас вот такая, вот так, садитесь, обладайте закладочки. Вот так. Продолжение следует...